Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас 12 июля 2021 года. Обед, жара. Сдувает ветерочек. Идет припарка. Вы поймаете их, пчелки. В общем, вот видите. Пчелки валом. Пчелка работает на разнотраве. Пчелки дикие разные вообще. Цветет шандра. Пчелка тоже. Чтобы была здесь. Работала. Ну, жара 35 градусов. Шандра выделяет нектар. Вижу по ней по всей. Пчелки жужжат. Ветром сдувает. Надо искать их, в общем, и шныряют туда-сюда. Сейчас остановятся. Чтобы ее зафиксировать. Она работает. Вот работают пчелки. По всей цветущей шандре погудят пчелки. Гудят. Сейчас степь уже, видите, как высохла. Вон, лужа осталась на трассе. Ну, в смысле, впитывает, как губка на воду. Она, конечно, влажная. Влаги достаточно. Вот, земля мокрая. Но, несмотря на то, что полночи лил ливий, все моментально впиталось. Передают еще сегодня-завтра дожди. Такая интересная тоже коса. Какая-то дикая пчела. Работает. Собирают нехтарчики. Ну, и наши пчелки работают тоже. Конечно, вместе с ними, потому что вон, по всей степице идет. Шандра. Да что ж вы улетаете, я подхожу. Вижу, что она работает. Ну, понятно, что там нектар она прям не льет там. Дает там по капельке, по капельке. Пчелки собирают, собирают, собирают. Но факт в том, что дает. То есть пчелка работает. Нектарщик дает. Шандра хороший, такой стабильный медонос. Перекати-пули. Даже цветет уже. Сейчас покажу. Пчелка работает на мелиссе. А, улетела, блин. Только начинаю снимать. Вот, еще одна. Я им мешаю, они улетают. Строю снять. Вот. Пчелка работает на мелиссе. То есть это явный показатель. Хотя от меня здесь вот где-то в километрах полтора цветет полоска этой подсолнуха, что я показывал. С той стороны там тоже есть, короче, небольшое поле, несколько гектаров. Тоже подсолнуха где-то в двухкилометровой зоне. Но, тем не менее, какая-то пчела, скорее всего, конечно, идет и на подсолнух. Но, тем не менее, пчелы продолжают тут разнотравить сыграть. То есть мед идет смешанный у меня. Если даже там и будет примесь подсолнуха, это будет такая. В общем, разнотравий больше. Вон такой классный медок получается. Он садится, конечно, к осени уже. Садится, начинает. Но у него садка такая классная. То есть он не желтый, а такой интересного цвета. Классно такое получается разнотравие. С примесью подсолнуха. Вот здесь нотки. Полностью он гармала по степи. О, пчелы, тут их тьма. Смотрите, вот две пчелы сразу работают. Показывай, раз, раз. Здесь пчелки работают по разнотравию, в первую очередь, предпочитают его. Потом уже идут на подсолнух. Ну, вот, смотрите, еще в пчелах. Вот здесь дикие какие-то. Такие вот. Тоже дикая какая-то, вот, домашняя. Почему-то они рядом работают. Дикая, домашняя. Вон, они берут драться, сейчас будут свистать. За цветок вообще не поделили. Температура просто идеальная. Для гектарового деления идет припарка. Влаги валом в степи. И заливка идет медом. Пчелы заливают, рабодан все очень. Все, что есть, корпуса поставил, все заливают. Где матки не успевают, все давят. Медом заливают. Вот, собирает. Нектарчик пчелки. То есть, я их наблюдаю тут каждый день, с утра до вечера. Работающих на разнотраве и в степи. Немножко даже пыльцы собирает она. В основном нектар. Яснотки в основном дают нектар. Очень массовый тоже медонос наравне с шандрой и гармолой. И вот так вот. Идем посмотрим. У меня там тоже есть еще полянка немножко. Козы подъели. А вот челка тоже работает. А вот челка, да. Наша апись мелифера. А вот дико. И дикие здесь рядом. Вот это зюзик, так называемый. Который без жала. Которых дети любят ловить. Кто знает, что они не жалятся. Вот яснотки, яснотки. В общем, они везде. Массовый очень такой медонос. Меня любят литрасти по таким всяким. По дворам. По степи ее так нет, конечно. Она больше по селу, по дворам растет. Яснотка. Синячок. Такой вот синячок. Ну, синяк у нас не является прям архи каким-то медоносом. Во-первых, его не так много. А во-вторых, где-моему, пчел есть поинтереснее. Потому что я очень редко вижу у них пчелы. Вот на яснотке. На гармоле, на сандре. Постоянно их наблюдаю. Вот на них ходят. Показывай. Здесь все гудит сейчас. Смартфон, может, не передаст. Но все гудит. А, пчелка улетела, хотел показать. Вон они, пыльцу собирают тоже. Вон, вон, вон. Нектары пыльцу берет. Вот, да. Все гудит в пчелах. Отлично. Медонос, он неприхотливый. Засухоустойчивый. А с таким наличием влаги, как в этом году, так вообще шикарно дает. Поэтому мед будет разнотраве, плюс подсолнух, походу. Подсолнух все равно что-то даст. Даже там за полтора-два километра, конечно, пчелы что-то с него носят по-любому. Не без этого. Но все равно основной взяток они берут ближе. Прямо у себя под носом вот все гудит в пчелах, видите. То есть основной все-таки взяток вот все пчелах. Сплошняком все гудит в пчелах. Основной все-таки взяток, конечно, пчелки берут с разнотраве. Поэтому все-таки я считаю, этот мед будет разнотраве. Он вообще не похож на подсолнух абсолютно. Я здесь знаю, что его с подсолнухом роднит, это то, что он садится. Ну, довольно-таки быстро. Месяц-два начинает уже садиться. К осени, в общем, будет уже все вшимет у меня на прилавке с этого разнотраве. Но от подсолнуха его отличает то, что он садится не таким прям крупным кристаллом. И легко набирается ложкой. То есть я беру, его прям набираю ложкой. Точнее, у меня такая специальная есть ковырялка с нержавейки. Этой ковырялкой я набираю этот мед. Нет. Загинать цену я на него не буду. Обычно я поставлю 600 рублей литр, и он будет идти на улет с моего прилавочка. Майский мед я уже продал. В общем, вчера в воскресенье распродал полностью майский в ноль уже. Все, последние банки продал. Четыре банки оставалось. Последние продал. Осталось у меня только... А сейчас на данный момент. Акация еще есть немножко. Акация есть. Акация с глядящей. Ну, это такие чуть более дорогие медаи. Планирую их 700 рублей литр хотя бы продавать, а. Так, в принципе. Надо качаться уже на этой неделе буду. Ближе под конец недели к выходным качаться, потому что надо иметь мед на прилавке. 600-рублевый, который бюджетный, как говорится. Всем пока.